Вертолеты Ми-8 придут на смену самолетам Ан-2. Мера эта временная, корректива внесла весенняя распутица. Взлетно-посадочные полосы в населенных пунктах округа пока не могут принимать самолеты. Об этом на еженедельной планерке у губернатора сообщил руководитель Наринмарского объединенного авиаотряда Валерий Остапчук. Сами аннушки сейчас готовят к летнему сезону, наводят лоск после зимы. Самолеты переобуют, слышно колеса. Также директор авиапредприятия доложил о том, что на период половодья в объединенном авиаотряде поставлен на дежурство вертолет Ми-8. Кроме того, с 16 мая на период распутицы вводятся дополнительные рейсы вверх и вниз по Печоре. Вертолетами в населенные пункты будет завозиться продовольствие. Учитывая транспортную логистику округа, сейчас у нас завозы существуют только на вертолетах. Игорь Кошин, в свою очередь, отметил, что нужно начинать подготовку к осенне-зимнему периоду. Губернатор обеспокоен положением дел в ПКТС и ряде других организаций. Глава региона поручил вице-губернатору Алексею Кайдалову рассмотреть вопросы, касаемые состояния предприятий объединенных котельных и тепловых сетей ИОКРГАЗ. А также Игорь Кошин напомнил подчиненным, что регион развивается в новых экономических условиях и есть реально выпадающий доход. В условиях того, что деньги сыпаться из корзины больше не будут, у нас приняты антикризисные меры. Нравится это кому-то, не нравится, мы будем их выполнять, коллеги. Значит, нравится кому-то, не нравится, количество чиновников будет уменьшаться. Нравится кому-то, не нравится, бюджетные учреждения будут становиться эффективными. Хотим мы того, либо нет. Есть приняты нормативы, есть майские указы президента, которые мы должны выполнять. И мы будем их выполнять.